Девушки отдыхают Этот бюджет полностью сформирован правительством губернатора Сергея Фургала Еще до начала рассмотрения главного финансового документа региона шли разные разговоры Одни утверждали, что в бюджете будут порезаны социальные обязательства Другие убеждали, что этот бюджет должен стать инструментом развития Ну а принимала бюджет новая дума, то есть параллельно с этой работой изменилась политическая конфигурация законодательной власти в нашем регионе Ну и конечно это отбросило тень и на всех нас и непосредственно на бюджет На что будут потрачены наши деньги и главное почему доходы по-прежнему не сходятся с расходами Вот давайте попробуем в этом разобраться В этом мне помогает моя коллега Алла Баковкина, главный редактор интернет-портала губерния.ком Алла, добрый вечер Добрый вечер Ну прежде всего давай напомним основные параметры бюджета Хабаровского края 2020 Да, бюджет 2020 года, бюджет Хабаровского края 2020 год принят в следующем виде Доходы 108,2 миллиарда рублей, расходы 115,4 миллиарда рублей и дефицит 7,2 миллиарда рублей Представляю первого участника сегодняшнего разговора Сергей Зюбар, первый заместитель председателя законодательной думы Хабаровского края Сергей Александрович, добрый вечер Добрый вечер Ну вот смотрите, когда вот был представлен только проект бюджета, еще даже не прошло первое чтение, вот он был только внесен в Думу Сразу появилась информация о том, что будут порезаны социальные расходы и на медицину, и на образование, и на много чего еще Ну особенно часто об этом писали различные телеграм-каналы Что получилось в итоге? Произошло сокращение социальных направлений или не произошло? Ну если есть возможность, на память может быть в голове цифры есть, то сравните с тем же 2019 годом Ну как мы проанализировали 2019 год, посмотрели 2020 год, первоначальный вариант, то есть расходы и доходная часть, во-первых, у нас увеличилась Вот если взять сравнение с 2019 годом, у нас доходная часть увеличилась почти на 7 миллиардов, на 6 миллиардов, извините Расходная часть у нас увеличилась по соотношению к 2019 году, первоначальному варианту 2019 года, получается на 7 миллиардов рублей То есть многие говорили о том, что вот придет новый губернатор, федеральные деньги к нам не будут поступать А на самом деле происходит все да наоборот Федеральные деньги увеличиваются, приход федеральных денег Получается в 2020 году расходная часть составляет 108 миллиардов А доходная, как вы уже сказали, часть составляет... Ой, извиняюсь, доходная часть 108 миллиардов, расходная 115 То есть мы видим, что идет увеличение на здравоохранение 1,4 миллиарда рублей То есть социальные направления в части расходования не уменьшились Сергей Александрович, а вы с какой редакцией бюджета сравниваете? То есть с 2019 действующей редакцией или на момент принятия? Смотрите, я сравниваю... Это важно, потому что в течение года увеличиваются и доходы, и расходы Я сравниваю на момент принятия То есть правильно будет сравнивать 2020 год первичный вариант и 2019 год тоже первичный Ну, в принципе, это логично, потому что сейчас мы говорим о первичном варианте Ну, просто это частый инструмент манипуляций Берутся разные редакции разных бюджетов и говорится, что где-то порезали Ну, в зависимости от целей того, кто это говорит Ну, вот я думаю, хорошо, что мы делали на этом акцент, что мы говорим о бюджетах, которые вот вновь приняты А не о тех поправках, которые проходили там в течение года И в 2019, и в 2018, и в 2017 году, конечно, они были Еще один участник разговора, Валентин Костюшин, первый заместитель министра финансов Хабаровского края Валентин Станиславович, добрый вечер Добрый вечер Ну, вот смотрите, ко второму чтению правительство края в бюджет, в проект бюджета внесло 124 поправки, если я не ошибаюсь И, в общем-то, как раз там речь шла об увеличении тех или иных статей Мне не очень понятно, почему вот к первому чтению сразу нельзя было представить проект уже вот с этими обновленными суммами Мне кажется, вот просто разговоров бы меньше было, но и депутатам было, естественно, проще бы работать с таким документом При планировании бюджета есть небольшой временной разрыв между принятием бюджета субъектов Российской Федерации, в частности Хабаровского края, и принятием федерального бюджета Он готовится немножко позже, и когда мы подготавливаем свой бюджет, мы многие назначения, которые появляются потом с появлением проекта федерального бюджета, просто о них не знаем И как раз все уточнение ко второму чтению, оно было и связано с тем, что мы увидели проект федерального бюджета, его приняли в первом чтении И мы все то, что там было для Хабаровского края определено, внесли поправками во второе чтение В том числе мы там уточнили и доходы, которые, часть доходов, которые считает Российская Федерация, это акцизы Расчеты прикладываются к проекту федерального бюджета, мы оттуда досчитали 370 миллионов рублей, как собственные доходы Ну и плюс поправили межбюджетные трансферты из федерального бюджета на те назначения, на которые они были определены в проекте федерального закона А это обычная история для регионов страны, или вот на Дальнем Востоке какие-то особенные? Это каждый год проходит Хорошо, и третий участник сегодняшней дискуссии Максим Кукушкин, депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Валерьевич, добрый вечер Я сразу хочу вас процитировать цитату, которую вы сказали после заседания, на котором принимался бюджет Цитирую, сразу отмечу, он совершенно нереалистичный, сознательно скрыты налоговые и неналоговые доходы порядка 4-6 миллиардов рублей В других субъектах более правильные подходы, конец цитаты Ну вот ваши слова в частности приводят издание Регнум Ну, естественно, еще раз подчеркну, что речь идет о бюджете и ваша фракция голосовала против его принятия Максим Валерьевич, что вы имели в виду, вот когда говорили это? Ну, совершенно верно Данный бюджет, если честно, абсолютно неудивителен Это подобные бюджеты принимались и ранее, там, в 2017, 2018, 2019 году по своей структуре Вот подобный рост доходов, вот как в этом году на 6 миллиардов, ну, наших доходов Был и раньше, например, в 2017 году увеличился бюджет и на 8 миллиардов в течение года Ну, на начало года по сравнению, потом, ой, на редакцию на первую и на следующий год И на 8 миллиардов Вот как мы сейчас сказали, с декабрь по декабрь, 8 миллиардов Но от этого же экономика у нас не улучшалась Структура осталась бюджета совершенно прежней На самом деле, конечно, бюджет социально ориентированный, социально направленный, это хорошо Но в нынешней ситуации то, что бюджет, как вот вчера губернатор сказал, стабилизационный Это не совсем правильно Экономика Хабаровского края, как мы видим, переживает не лучшие времена И вот стабилизация в этих условиях, она абсолютно не нужна Нам нужен бюджет развития Если мы посмотрим, то у нас как раз госпрограммы, которые направлены на реальный сектор Это развитие промышленности Хабаровского края, поддержка малого-среднего предпринимательства Развитие энергетики Хабаровского края, сельского хозяйства Там у нас довольно-таки скромные показатели И даже существенное урезание, даже после третьего чтения И вот то, что не реалистичен Я еще 17 октября Александра Станиславовича Кацубу спрашивал на этот момент Я также говорил, что 4 миллиарда, по нашему мнению, не учтены Наших налоговых, неналоговых поступлений Хабаровского края Именно наших внутренних доходов Почему? Объясню Потому что в первом чтении, когда мы 23 октября смотрели Первое заседание рассмотрения было в первом чтении То мы видим, что макроэкономические показатели Хабаровского края, они растут Прирост валово-регионального продукта 1,3% Налоговая облагаемая прибыль организации планируется на 4% Ну и ряд других показателей Ну смотрите, хорошо, но ведь поправки в бюджет могут вноситься в течение года Это, в общем-то, один из аргументов, которые ваши оппоненты приводят До четырех раз, если я не ошибаюсь, в течение года можно вносить поправки в бюджет Это неправильная позиция, потому что, опять же, если мы посмотрим подходы к формированию бюджета, политика бюджетная Там прямо заложена реалистичность бюджета Деньги действительно нужны с самого начала года Если у нас действительно есть налоговые и неналоговые поступления, если их правильно посчитать, почему мы не можем использовать их с начала года? Вот, я опять же повторюсь, вот подобные моменты были и в предыдущие годы А с чем вы это связываете, Максим Валерьевич? Это заговор какой-то? Я связываю с этим, что правительство Хабаровского края уже много лет старается ставить какую-то энную сумму Потом, в которой в дальнейшем, скажем так, затыкают определенные дыры Если дыры образовываются, надо же их затыкать, иначе же можно уйти в дефицит Подождите, а как нам развивать экономику, если мы не будем изначально закладывать на те программы развития? У нас нет точек развития, я повторил, программы, куда мы не закладываем Абсолютно нет точек роста У нас действительно сейчас дефицит бюджета 7,2 миллиарда Он снизился, снизился за счет чего? Снижение расходов на госаппарат края Об этом мы поговорим сегодня обязательно Я просто хочу, наверное, дать слово Валентину Станиславовичу Вот согласитесь с тем утверждением, что по большому счету вот эти деньги, некий резерв, которым приходится затыкать дыры Что скажете на это утверждение? Ну, во-первых, чтобы было понятно, что бюджет формируется в строгом соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации И есть специальная статья бюджетного кодекса, на основании чего формируются доходы краевого бюджета На основе прогноза социально-экономического развития Хабаровского края Сам документ прогноза социально-экономического развития, он размещен, могут все ознакомиться И он состоит не только из трех строчек ВРП, фонда оплаты труда наемных работников Налогоблагаемая стоимость основных фондов Но и из кубометров древесины И все это прогнозные показатели Да, и вот из этих составных кирпичиков экономики И складываются вот эти большие показатели ВРП И по которым, ну, в большей части считаются доходы Коллега сказал, что вот последние три года у нас Каждый год уточняется бюджет И в большую сторону уточняется Это очень хорошо, но вот до этого три года, к сожалению, мы уточняли бюджет в меньшую сторону И каждый год оканчивали бюджет, что не выполнением показателей Не выполнением своих обязательств, потому что у нас планы были завышены И мы не могли обеспечить те принятые на себя обязательства Которые были заложены в бюджете Поэтому Ставя на весы Обеспеченность и необеспеченность Знаете, пообещал, заключил Под эти средства, которые уже заложены в бюджет контракты Обратно не вернусь Если я вас правильно понимаю Если проецировать на федеральный бюджет Это вот та самая минимальная цена на нефть Из которой он верстается Условные 40, сколько долларов Расчетное Расчетное Бюджетное правило, да Расчетное Хорошо, давайте вот еще Прошу вас два слова Тут бы я хотел заметить Да, действительно Правительством края рассматриваются различные прогнозы на будущий год Ну давайте посмотрим Вот сейчас у нас В 2019 году Наше налоговое и неналоговое поступление Для зрителей подчеркну Что это наши внутренние доходы Не смотрим на Москву Они составляют 80 миллиардов 206 миллионов рублей В последней редакции Бюджета 2019 года Вот мы закладываем на будущий год Абсолютно такую же цифру Без роста Хотя у нас еще меняется федеральное законодательство С 1 января 2020 года И там будут дополнительные поступления В наш региональный бюджет Это акцизы Выливаются на бензин На дизельное топливо На пиво Сидор Норматив зачисления с нефтепродуктов В краевой бюджет увеличивается С 58% с копейками До 66% Порядка 8% Вот эти суммы Они просто не заложены Можно их посчитать? Можно Если у нас на развитие промышленности Хабаровского края Закладывается всего 28 миллионов рублей И 115 миллиардного бюджета По расходной части Я считаю Что тогда у нас Ну эта программа По сути не работает Если у нас Александр, что вы скажете? Мне кажется Нам нельзя зацикливаться только Это важно Собственные поступления Собственные доходы Но и федеральную часть Надо тоже смотреть Федеральную повестку Вот за 19-й год У нас изменений Произошло 4 раза Общая сумма изменений 13 миллиардов То есть на 13 миллиардов Мы за 19-й год Увеличили Увеличили доходов Соответственно Увеличили и расходов Сейчас федерация Рассматривает бюджет Рассмотрел бюджет Во втором чтении То есть фактически Еще закон На 20-й год Он не принят И вносить изменения Но это нормально То есть Мы смотрим Свои адресные Инвестиционные программы Вот взять например Транспортную инфраструктуру Сегодня закладывается На сегодняшний день Закладывается меньше денег Чем в 19-м году Но мне удалось Переговорить с министром Он сказал что уже в январе Будут уточнения Изменения То есть Они как минимум Прогнозируют Ну 7 миллиардов 7 миллиардов В 20-м году Уточнить Сразу уточнить хочу Вот эти изменения В бюджет Они также депутатами Утверждаются Правильно я понимаю То есть это не то что Правительство там Какие-то корректируют Вносит И это все проходит Мимо вас Это утверждается так Безусловно Это утверждается Это рассматривается На комитете процедурно Это выносится На заседание дума Это публично Абсолютное мероприятие Видят все наши жители Хабаровского края Как мы принимаем бюджет Хорошо Я хотел бы сделать акцент На одной из программ О которой вы сказали А именно программа Развития сельского хозяйства Вот вы знаете Что дума Прошлого созыва 6-го Значит тоже Между коммунистами И представителями Партии Единая Россия Постоянно нашли Споры о том Что хорошо бы Увеличить финансирование Этой программы Я помню Были какие-то Как раз корректировки Пришел там лишний миллиард И вот представители КПРФ Говорили Ну что же у нас программа Это такая несчастная Никак мы к ней Не можем добавить А тут вы знаете Недавно Хабаровский стат Опубликовал На мой взгляд Очень интересные цифры Которые касаются Сельского хозяйства Я вот процитирую Буквально небольшой фрагмент Производство мяса Скота и мяса кур Падение За январь-октябрь этого года По сравнению С аналогичным периодом Восемнадцатого года Сорок пять и шесть десятых процента Производство молока Сокращение на двадцать один процент Вот о причинах этого падения Я буквально вчера в интервью Здесь в этой студии Говорил с губернатором Сергеем Фургалом Ну кому интересно Можете найти у нас На сайте Губерния.ком И посмотреть это интервью Либо на нашей странице В ютюбе Вас же я хочу спросить Вот о чем Ну мне кажется Что в свете этих цифр Некие дополнительные средства На программу развития Сельского хозяйства Выглядят Ну вполне логичными Я не прав Вот наверное я в первую очередь Обращаюсь к вам Сергей Александрович И к вам Валентин Станиславович Давайте я Да прошу вас Ну все же познается в сравнении Да Мы уж не такой Богатый Так скажем Сельскохозяйственный регион Как наши соседи Амурская область И Приморский край А если сравнить Ассигнования Которые выделяются На сельское хозяйство На один гектар Ну потому что Сельское хозяйство Это в первую очередь земля Да И на ней выращивают Либо культуры Либо корма Чтобы кормить Животных У нас выделяется На один гектар 10,7 тысяч рублей В Приморском крае Чуть больше 6 тысяч рублей В Амурской области Менее тысячи рублей То есть дело просто В количестве гектаров Я вас правильно понимаю? Дело в объемах Конечно В производстве Ну и надо еще Не забывать Что мы в программе Закладываем практически Миллиард На вот эту программу Здесь буквально Было и расширено Заседание Выступали Производители Сельхозпроизводители У кого успешно Получается То есть в основном На что обращают Внимание Сельхозпроизводители Что им нужны земли Им нужны реально земли Потому что Ну там происходит Происходит же Формируется запас Там зимний запас На питание скота И т.д. и т.п. Вот Поэтому Здесь очень важно Чтобы У наших предпринимателей Сельхозпредпринимателей Была возможность И доступность К землям Вот мне кажется Здесь очень и очень важно Тогда и будет развитие Ведь государство Оно же должна создать Условия В промышленности Нужно создать инфраструктуры В сельскохозяйственной деятельности Тоже нужно создать инфраструктуры Государство же не может напрямую вкладывать В коммерческие предприятия В коммерческие проекты Но инфраструктуру Условия Государство Должно заложить И тогда будет развиваться Ну вот Помимо Самой программы Финансирования Насколько Я понимаю Вы меня поправьте Если я ошибаюсь Есть еще Поддержка Значит В виде Отдельных субсидий Сельхозпроизводителям В виде грантовой поддержки Ну то есть Это дополнительные средства И там суммы Насколько я знаю Тоже серьезные Ну На сельское хозяйство Сейчас заложено Действительно Меньше миллиарда Девятьсот с лишним миллионов Это менее одного процента По расходной части Я считаю Что это для развития Сельского хозяйства В Хабаровском крае Довольно таки мало У нас сельское хозяйство В Хабаровском крае Было по сути разрушено Поднимать можно? Можно Раньше Хабаровский край Производил немало Я говорю о том Что вот этот миллиард Это не все средства Поправьте меня Если я ошибаюсь Ведь есть средства еще Которые под другими способами Доходят до производителей Сельскохозяйственный фонд Который выделяет Как раз гранты Гранты, субсидии То есть эти деньги туда идут На самом деле Действительно Это все равно мало Вот например Я приведу пример Иркутской области Там выделяется Более трех миллиардов Сельскохозяйство Действительно Там развивается Бурными темпами Но там бюджет Побольше чем у нас Совершенно Но раньше Там тоже был Четыре года назад Дефицитный бюджет Минус восемь миллиардов Сейчас Плюс двенадцать Или тринадцать миллиардов Именно почему? Потому что С приходом губернатора Левченко Была изменена Структура бюджета Стали выделяться Деньги на промышленность На инновационное развитие Предпринимательства На сельское хозяйство На энергетику Транспортную систему Иркутская область Занимает первое место По развитию Государственно-частного Партнерства Вот четыре года И все Сейчас социалка Там на порядок Выше чем Например у нас Там строятся Десятки школ В три раза школ Больше чем Раньше То есть И вкладываются Деньги Поступают в бюджет Происходит отдача Потом И соответственно Опять деньги вкладываются В промышленность В лесное хозяйство Сумасшедшие показатели И они действительно Одни из рекордных По стране Почему не брать Пример оттуда Если мы не будем Вкладывать В реальный сектор экономики Ну наподобие Как федеральное правительство У нас делает Выводя деньги По бюджетному правилу Куда-то фонды За рубеж Ничего у нас Не изменится В Хабаровском крае Откуда мы будем В дальнейшем Вы имеете ввиду Какие фонды за рубеж Ну стабилизационный фонд По бюджетному правилу Деньги выводятся Из бюджета Если поступление В бюджет федеральный От продажи нефтепродуктов Вы говорите о федеральном И вот у нас Не показалось Что вы имеете ввиду У краевой Не у нас И вот у нас Такая же ситуация Мы ничего не вкладываем В реальный сектор экономики Это основная проблема Основная Деньги Есть Я повторяюсь Если мы учтем Сейчас И вот Буквально По-моему В октябре Было расширенное Заседание правительства По сельскому Про хозяйство Там Как раз Просили увеличения Это солидного Более Я считаю Что если мы бы Выделили полтора миллиарда Все-таки на сельское хозяйство Серьезно увеличили Мы бы серьезно Получили отдачу В дальнейшем Это Рабочие места И так далее То же самое По промышленности У нас же Урезана Программа По среднему Малому предпринимательству На 30% На инновации Модернизацию Экономики В три раза Сельское хозяйство Не сильно пострадало На 3% Вот И это так Реальный сектор Хорошо Я думаю Основные позиции Обозначены Давайте двигаться дальше Алла Насколько я знаю Еще до конца года Все-таки в бюджет Будут внесены Некоторые поправки О чем собственно Идет речь Да действительно 18 декабря Должны поступить Поправки В краевой бюджет Планируется увеличить Некоторые статьи расходов Об этом Во вчерашнем интервью Губернии Сообщил губернатор Сергей Фургал По предварительным расчетам Расходная часть Должна вырасти На миллиард Двести Эти деньги пойдут На здравоохранение Дороги И повышение зарплат Учителям Планируется Специальная региональная Надбавка Давайте послушаем Что по этому поводу Сказал губернатор Я дал указание Дополнительно Рассмотреть вопрос Финансирования 19 ФАПов То есть Они будут запроектированы И мы приступим К строительству Я дал указание По КАИПам Те которые Нам необходимы Но не вошли Я дал указание Дополнительно Добавить денег На оборудование Дополнительно Денег На Дороги И плюс Я предложил Сегодня Минфину Разработать Возможность Повышения Заработной платы Учителям Всем Без исключения В Хабаровском крае Сейчас Идет Проработка Подсчет И просчитывание Сколько У нас есть еще ресурсов Для того чтобы Увеличить Заработную плату Учителям Я считаю что Наши учителя Незаслуженно Сегодня Ну скажем так То есть это будет В виде некой региональной Надбавки Правильно я вас понимаю Это будет Официальная Надбавка К заработной плате Там есть целый Механизм Вот мы сейчас Посмотрим На какое количество Но надбавка Должна быть существенная Чтобы ее почувствовали И она будет Вот в течение Этого года Не раз говорилось О том что Нужно сокращать Бюджетные Бюджетные Расходы И в общем-то Во главу угла Ставились сокращения Вот именно На административный аппарат На правительство Хабаровского края И в том числе Расходы Законодательной думы Хабаровского края Ну например Речь шла О пенсиях Когда эти данные Вышли на свет Еще в начале этого года И даже в конце Прошлого года То конечно Многие Ахнули Вот давайте О пенсиях И сокращении Расходов Поговорим сразу После рекламы Вы смотрите Тень недели Мы говорим о том Что отбрасывает Тень на нашу жизнь И сегодня Мы в студии Обсуждаем Бюджет Хабаровского края На 2020 год Сократить Бюджеты Расходы Бюджета Прошу прощения Это один из принципов Которые в течение года Транслировало И правительство Хабаровского края И после избрания Законодательная дума Хабаровского края Причем Начали Как мне приятно Это вспомнить Сокращение Расходов На себя Причем В этот момент Многое вышло Из тени Но конечно Многое еще Остается в тени Вот что именно Давайте попробуем Разобраться В этом мне помогает Моя коллега Алла Баковкина Главный редактор Интернет портала Губерния.ком Алла Прежде всего С чего Собственно Все началось Я имею ввиду Сокращение Вот на тот самую Управленческий аппарат Вот те самые Расходы На чиновников И депутатов Началось С доплаты К пенсии Депутата Прошлого созыва Краевой думы Татьяны Мовчин В ноябре прошлого года Стало известно Что она получает Надбавку В 187 тысяч рублей Ежемесячно К пенсии По старости Распоряжение Об этом подписал Бывший губернатор Вячеслав Шпорт Причем Сделал это он уже После того Как проиграл Губернаторские выборы Позднее В интервью Радио Говорит Москва Он сказал Следующее Разрешите Процитирую Действительно Большая сумма И уже передают Через кого-то Что она там Начала грозить В суд пойду Человека рассчитали А пенсию Не подписывают Ну я взял И подписал Юристов собрал А они говорят Закон такой Что сделаешь Если бы я еще остался То может быть Разобрался бы За этим Позвал бы ее Поговорил бы с ней Чтобы она там Не ураганила Конец цитаты Прошлой зимой По распоряжению Губернатора Сергея Фургала Подобные доплаты Были сокращены Приблизительно В два раза Но не всем А коснулось Это только тех Кто оформил Доплаты Начиная с 2018 года Остальные Их пока получают Сергей Александрович Ну вот в общем-то Про эти доплаты И в том числе Шла речь На последнем заседании Законодательной думы Хабаровского края В частности Депутат фракции Единая Россия Геннадий Мальцев Внес законопроект О том что Вот эти надбавки К пенсиям депутатам Необходимо порезать Вопрос на заседании Не рассматривался То есть он был снят С повестки Собственно почему Произошло то что произошло Он не рассматривался На комитете Потому что Этот законопроект Ну внесенный Геннадий Викторовичем Он бы коснулся Только действующих депутатов И депутатов Последующих созывов А мы же Смотрим немножко шире Мы решили посмотреть А почему у нас Первый, второй По шестой созыв Это не касается Поэтому мы взяли Небольшую Скажем так Паузу Изучить всю Юридическую Возможность И все таки Выступить С инициативой С расширенной Инициативой Чтобы все было По справедливости Все Депутатам Необходимо Урезать данную Доплату Сергей Александрович Давайте уточним Вы хотите Отменить Или все таки Снизить Доплату Я сейчас Не буду Забегать вперед Почему и председатель Выступала на брифинге И говорила о том Председатель считает Что нужно оставить Некую долю Нет Речь идет о том Что мы сейчас Должны Детально изучить Все законы Все юридические Составляющие Чтобы не быть Голословными А уже Выйти после Нового года И с конкретным Предложением Это будет правильно Здесь должно быть Взвешенное Правильное Нормальное решение Но оно должно быть Это факт Будем ждать Максим Валерьевич Еще в октябре Этого года Ваш однопартидец Сергей Ильин Говорил о том Что фракция КПРФ Готова внести Законопроект По которому Зарплаты депутатов Должны быть Приравнены К средней зарплате По региону В том числе Говорилось И о депутатах Говорилось И о должностях Правительства Хабаровского края Тоже их Рассчитывать Исходя из средней зарплаты По региону Но проект Так и не внесен Вот уже Конец года Почему? В ближайшее время Этот проект Будет внесен Там действительно Довольно-таки Сложный Получился проект Почему? Потому что Депутатские зарплаты Они привязаны Зарплатам Высших должностных лиц Например Зарплата Председателя Думы Привязана Губернаторской Зарплате И так далее По понижению Идет И Нами Было принято решение Что мы Будем Сокращать Не только Зарплаты Депутатов Предлагать Давайте будем Так предлагать Совершенно верно Также И Зарплаты Высших Должностных Лиц Примерная Сумма Например По губернатору Это Три средних Зарплаты По краю И дальше Мы идем Также вниз По депутатским Зарплатам То есть Законопроект Еще в стадии Подготовки Вот Вот Буквально Будет готов Действительно Сложный Законопроект Это Серьезно Проведена Работа С юристами Все подключены А по Надбавкам Депутатам Мы на комитете По госустройству Были очень Удивлены Поведением Фракции ЛДПР Потому что По сути Снимать с повестки Дня Данный Законопроект Было Нельзя Регламент Был нарушен Действительно Комитет По госустройству Должен был Рекомендовать Принять Краевой думе Или отклонить Данный законопроект Не более того Но Причем Решение Комитета Уже На бумаге Было Оформлено Отклонить Законопроект И тут Неожиданно Получилась Вот такая Ситуация С пенсионными Вот этими Надбавками К депутатам Странная Позиция была Ну как я услышал Ирину Валерьевну Зикунову Действительно Там Хотят Смягчить Ну я так думаю Будет внесен Подобный законопроект Фракции ЛДПР Но Этот законопроект Лежал почти 3 месяца Кто мешал Комитету Проработать его раньше У меня вопрос Я извините Можете добавить Ну я хочу Коль Здесь Был ДПР Да Законопроект Не лежал 3 месяца И речь не идет О смягчении То есть сейчас Здесь идет Сказали слово Смягчение Наоборот Не смягчить Мы еще раз говорю Партия Которая хочет Наша партия Вот правильного Справедливого решения То есть это должно Касаться не только Депутатов действующего Созыва Но и предыдущих Созывов Чтобы мы опять Очередной раз Не муссировали этот вопрос Принять решение Окончательно Поэтому в связи с этим Чтобы не отклонять И не принимать Данное решение Отправляется вопрос На доработку И предлагается Немножко новый вариант Но на это нужно Времени Мы почему-то Но ведь это же Честно говоря Вот вы меня извините Попахивает таким Перехватом Политической инициативы Нет? Зачем? Мы можем С коллегами Совместно Этот вопрос Проработать Кто мешает? Вот мы Заняли такую позицию По крайней мере Мы видим На заседаниях Думы От партии КПРФ Что она все время Пытается вступить С нами в конфликт Я же неоднократно Обращаю на заседание Коллеги Давайте конструктивно Давайте вместе Соберемся Коллективное Примем решение Потому что это решение Оно же нацелено На что? Оно расширено На умещение расходов И увеличение Потом соответственно Какой-то доходной части И потом возможность Использования Эти денег В той же самой Социальной сфере Или в развитии Сельхозпредприятий Или в других направлениях Сергей Александрович Тут Ну Чуть-чуть неправильно Говорит Если бы мы приняли Данный законопроект В первом чтении Пожалуйста Может И правительство Края И губернатор Носить поправки И мы можем Носить поправки И фракция ЛДПР Может носить поправки Тут действительно Ситуация Удивительна Ну там вроде бы Законопроект Другой будет Он структурно Будет другой Потому что здесь Речь об отмене Конкретного постановления А в вашем варианте Будет все с нуля Я так понимаю Нет Вот мы поэтому В связи с тем Что У них пока ничего нет Необходимо время Ну буквально Ну на самом деле Все-таки Это законы Все-таки Это юридические Составляющие И здесь нужно подходить Ну со всей оценкой Со всеми возможными рисками Чтобы не было отменено Чтобы не было никаких Потом санкций В связи с принятием решений Чтобы это было Нормальное Взвешенные Юридические решения Это абсолютно правильно На самом деле Депутатские Вот эти надбавки К пенсиям Должны быть отменены Вот я могу сказать так Ничем Депутаты Прошлого созыва Предыдущих созывов Не заслужили надбавки Минимальные Максимальные Ну по сути У нас край Мы видим Экономика в крае В каком состоянии Люди продолжают уезжать А ток населения Продолжается Ничего не улучшается И даже если будут В дальнейшем Минимальные надбавки Я этого не понимаю Почему депутат Может просидеть Два срока И получать В дальнейшем Какие-то надбавки Это неправильно Я еще хочу обратить внимание Чтобы Я прошу прощения Чтобы мы все-таки разделяли Вот жители наши Я хочу разъяснить Что у нас есть вообще Ну в законодательном думе 36 депутатов Но не 36 депутатов Работают на госслужбе И не 36 депутатов Там возможно претендуют То есть эти надбавки Касаются не всех депутатов Я правильно понимаю Это фактически Сейчас касается Только депутатов Работающих на госслужбе На постоянной А сегодня На постоянной основе Это 10 депутатов Из 36 депутатов 10 В предыдущем созыве Хочу обратить внимание Это было 18 Но там тоже не все Должности были заняты 18 было по регламенту А у вас по регламенту 13 У нас по регламенту 13 Сейчас 10 Даже 9 А в прошлом Фактически было То ли 14 Не помню цифру Не все места Валентин Станиславович Я хочу к вам обратиться Вот смотрите В октябре Был принят закон Инициатором была партия ЛДПР О том что сокращаются Да Оплачиваемые места С 18 до 13 Более того Там зарплата Депутатов сокращается На 10% И вот как говорили И Ирина Зикунова Говорила И по-моему Вы эту мысль транслировали Что вот В результате этого сокращения В следующем году Там что-то 20,5 миллионов рублей Получится сэкономить Вот как финансист Мне скажите Когда мы говорим О бюджете Счет там На сотни миллионов На миллиарды И вот Сумма в 20 миллионов рублей Она кажется Ну незначительной Хотя конечно Как для обывателя Она для меня там Запредельная Но вот когда мы говорим О порядке таких цифр В общем-то А стоит ли овчинка Выделки Вот по большому счету Что скажете Давайте начнем с того Что во-первых Зарплата Это да Уровень заработной платы Это рынок труда Да И он формирует На определенных отраслях В определенных Должностях Профессиях Определенный уровень оплаты Да Ну можно Установить Заработную плату Ну на каком-то рабочем месте 5 тысяч рублей Ну наймите тогда туда Ну и кто туда придет Да Все зависит от компетенции И от знаний Какое требуется На этом уровне Что делает Ну вот Фонд оплаты труда Расходы на содержание Органов Исполнительной власти И законодательной власти Они в общем Группируются И правительством Российской Федерации Постановлением Установлен норматив По которому Для каждого субъекта Он раздельный С учетом Экономических Да Установлен норматив Который Требуется выполнять В обязательном порядке Для выполнения Этого норматива Что сделано Вот в 19-м году В 19-м году Сокращены расходы На содержание Органов власти На 691 миллион рублей В течение года В основном За счет оптимизации Расходов Сокращение численности Но зарплата Ни у кого Не уменьшена Ну У конкретного работника Если он сколько получал Сколько и получает На следующий год Еще на 231 миллион Уменьшены расходы На содержание Органов власти Для того Чтобы Нам опять же Войти в норматив Который на следующий год Еще ниже Чем Установленный На этот год И за этим следит Федерация И за это возможно наказание Если кому-то платят Меньше чем положено И за это Нет Федерация следит Чтобы Не было перерасхода На содержание Органов Меньше можно Меньше можно Да Хорошо Я хочу чтобы К нашему разговору Подключился еще один участник Потому что Подготовка к принятию бюджета И работа над оптимизацией Бюджетных расходов Сейчас идет еще и В Хабаровской городской думе У нас на связи Наталья Жирякова Заместитель председателя Хабаровской городской думы Наталья Петровна Добрый вечер Алло Наталья Петровна Да Да Добрый вечер Слышишь? Здравствуйте Я прошу прощения Что так долго заставили вас ждать Но видите Тут разговор у нас был такой оживленный Наталья Петровна Смотрите Не так давно появилась информация Что председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров Заявил о том Что Городской думе Как отдельному Юридическому лицу Необходим свой аппарат Которого по сути Сейчас нет Вот не могли бы вы Разъяснить Собственно О чем идет речь И зачем аппарат нужен Ну на сегодняшний день У нас в штате думы Всего лишь три человека Это председатели Два заместителя На постоянной основе В аппарате думы Нет ни юристов Ни секретарей Помощников Ни делопроизводителей Ни человека ответственного По связям Со СМИ Это Сейчас Обслуживают сотрудники Которые находятся В штате администрации И не всегда Получается так Что эти сотрудники Работают с думой У них есть Иные Свои обязательства Это очень неудобно И поэтому У нас В принципе Будет такое Предложение Мы его сейчас Разрабатываем По поводу того Что Мы запросили Сейчас Денежные средства Количество денежных средств Заложенных В бюджете Города Хабаровска В административных Расходах На сотрудников Которые Работают С думой В городской Исходя Из этой суммы Мы будем Набирать Формировать Свой состав Комплектовать То есть Это на бюджет Никаким образом Не ляжет Наталья Петровна Ну смотрите Ведь такая схема Такая схема Она работает Уже не один Созыв В городской думе В общем-то По большому счету Ну всех все устраивало Почему сейчас Ну я не буду Давать оценку Работе Депутатов Которые были До нас И как они работали Я не знаю Но те депутаты Которые Наш седьмой Созыв Которые пришли У нас Огромный Объем Работы И которые Требуют Юридического Сопровождения Которые требуют Норматив Знания Нормативных Каких-то Актов То есть Юристы Должны быть Постоянно Рядом с нами А не так Как у нас Такие вопросы Которые требуют Быстрого Разрешения А мы Получаем ответы Либо консультации Только через запрос На мэра Мэр дает Поручение Юридическому Департаменту И только после этого Начинается Какое-то решение Вопроса Консультации Либо что-то Это совершенно Неудобно Поэтому Должен быть Свой аппарат Еще раз Уточну По вашим оценкам Это повлечет За собой Увеличение Бюджетных Расходов Или не повлечет Это не повлечет Потому что Мы будем Это все Делать В рамках Тех затрат Которые заложены У нас сотрудников На сегодняшний день Которые занимаются Обслуживанием Хабаровской Городской Думы Хорошо Я благодарю вас За участие В разговоре Напомню Что у нас На связи Был Заместитель Председателя Хабаровской Городской Думы Наталья Жирякова Алла Ну вот уже Сегодня было сказано Что сокращение Расходов Касались не только Депутатов Городской Думы Но и Валентин Станиславович Сказал что и Были сокращения На Аппарат Правительства Хабаровского края Ну мне кажется Можно немножко Информацию его Расширить Собственно Какие сокращения Происходили Ну в частности Тех же должностей Что можно По министерствам Да Нынешний губернатор Сергей Фургал Сократил 4 министерства Это Минюст Хабаровского края Министерство пищевой промышленности Министерство международного И межрегионального сотрудничества И Министерство внутренней политики Помимо этого Сокращены должности Двух министров Без портфеля Ну и их помощников Это Уполномоченный По дальневосточному гектару И министр Руководитель секретариата Было такой В два раза Сократилось количество Заместителей Председателя правительства Кроме того В течение года Были оптимизированы Расходы на государственные закупки По словам губернатора Все эти меры Позволили сэкономить Более миллиарда рублей Бюджетных денег Об этом в частности Сергей Фургал заявил в октябре На первом заседании Новой законодательной думы Хабаровского края Ну вот смотрите В среду Когда был принят бюджет Выбирали еще и сенатора Который будет представлять Законодательную думу Хабаровского края В Совете Федерации И это была не первая попытка Выборов сенатора Подробно об этом поговорим Сразу после рекламы Это тень недели Мы говорим о том Что вышла на свет И о том Что отбрасывает тень Эта неделя была знаковой Для краевой думы Ну в третьем чтении Во-первых Был принят бюджет Хабаровского края На следующий год И был выбран новый сенатор Им стал Сергей Безденежных Причем Но так сложилось Что поначалу С сенаторами У нас как-то Не очень складывалось Почему Давайте попробуем В этом разобраться В этом мне помогает Моя коллега Алла Баковкина Главный редактор Интернет-портала Губерния.ком Алла Ну вот волей или неволей Хабаровский край По сенаторам Стал своего рода Рекордсменом Я имею ввиду По срокам сенаторства Давай расскажем Напомним телезрителям О чем собственно идет речь Ну да Вот недавно В Хабаровском телеграме Шутили Что край прославился И поставил два рекорда По пребыванию сенатора В Совете Федерации Дольше всего В истории В Верхней Палаты Российского Парламента Эту должность Занимал Виктор Озеров С декабря 2001 года По октябрь 2019 года А вот самым недолгим Было пребывание На этом посту У Дмитрия Приятного Его кандидатуру Законодательная Дума Края Одобрила 23 октября этого года И буквально сразу же Разразился скандал С его погашенной судимостью Информация о которых О которой вовремя не появилась На сайте избирательной комиссии В результате 31 октября Приятно Добровольно сложил С себя полномочия И через некоторое время Совет Федерации Принял его отставку Сергей Александрович Ну вот по поводу Истории с Дмитрием Приятным Было сказано очень много Начиная с того Что ну во первых Представитель ЛТП Раскрыл судимость Там и вносил В полис ОСАГО Какую-то дополнительную фамилию Заканчивая тем Что в принципе Почему За это уголовная статья Хотя там на первый взгляд Ну чистая административка То есть были Высказаны самые полярные мнения Я хотел бы вас спросить о другом Не кажется ли вам Что вот эта история Она Ну она конечно Наносит репутационный удар Но причем удар Не по Думе Законодательной Не по партии ЛДПР А прежде всего По губернатору Хабаровского края Я имею ввиду Сергея Фургала Естественно Что скажете Ну я бы так не сказал Ну что здесь Губернатору абсолютно ни при чем Здесь Вина Ну мне так кажется Это все таки Край с Беркомом Потому что он должен был Эту информацию Выложить Во-первых Сообщить о ней А это не вина человека Который не указал свою судимость? Ну знаете Вот вы же Сказали о том Что она у него Погашена была Ну верно Это первый момент Второй момент У человека была справка Ну реально Ее проверили достоверность Она реально достоверная справка Которую он сдал в избирком Другой вопрос Что у избиркома Есть другие возможности Он делает запросы Федеральный центр И уже получает информацию И избирком получил эту информацию Еще в августе И ничего не предпринял Вот это было неправильно То есть прошли выборы Прошло больше месяца И только потом эта справка Вдруг появилась на сайте Но извините Мы же не каждый день Мониторим сайт избиркома Хорошо Это уже Я не об этом спрашивал Об этом говорилось много раз И в том числе В нашем эфире приходили гости И Геннадий Константинович Приходил Представлял свою точку зрения На ситуацию Я вот именно Про репутационные потери Знаете Я Лично я не вижу Репутационных потерь Может быть жители Как-то видят это по-другому Я не вижу Ну произошла ситуация Неприятная Согласен абсолютно Исправили Пошли дальше Ну Не надо посыпать голову пепла Надо двигаться дальше Хорошо Я думаю зрители услышали Вашу точку зрения Максим Валерьевич В эту среду Ваша кандидатура Тоже выносилась В качестве претендента На должность сенатора При этом Еще тогда Еще только Когда формировалась Новая дума Ну я вот имею ввиду Тот период Когда распределялись Должности И кто возглавит Думу Кто возглавит комитеты Была информация Что вам предлагали Должность Вице-спикера И как писало Издание Хабаровск Тудей Вы эту информацию Подтвердили Но от должности Отказались Честно говоря Тот отказ И нынешняя Попытка Быть выбранным Сенатором На мой взгляд Как-то это одно С другим Не вяжется Что скажете Ну давайте так Я действительно Действительно 10 сентября Встречался С губернатором Было предложение Мне занять Должность Первого Заместителя Приседателя Думы Лично Мое мнение Было Дать отказ Я об этом Губернатору Сказал И в любом случае Должно было Быть решение Партии То есть я Прошел по спискам И ну скажем так Есть партийная Дисциплина Решение Партии было От должности Данной Отказаться По спикеру Другая ситуация Конечно Это место По сенатору Я имею в виду Ой по сенатору Извините По спикеру По сенатору Действительно Ситуация другая Это важное место Это действительно Может Ну необходимо Представлять Край Скажем так В таком Режиме Чтобы Проблемы Края На уровне Федеральном Действительно Ну решались Почему тогда Не выдвигались Когда Был выбран Дмитрий Прият Мы не Наша партия Не соблюла Регламент Мы выдвинулись Но Выдвигаться Необходимо было Через комитет Сроки прошли Выдвинули по моему Сергея и Лина Нет Также меня Да Потом Скажем так Изучив Свою ошибку Мы подали уже Документы вовремя Я выдвинулся Как Подобающим образом Прошли через комитет И уже На заседание Думы Выбрали Сергея Безденежных Мы конечно Понимали Что фракция ЛДПР Такое место Не отдаст Ну наверное Нет Но мы понимаем Что участие В этих процедурах Это Ну Политическая История Когда важнее Бороться Бороться за такое место Было Очень Необходимо И Если бы Вдруг Удалось Поработали бы Хорошо Я хочу Чтобы к нашему разговору Присоединился еще один участник У нас на связи По телефону Политолог Александр Ким Александр Сергеевич Добрый вечер Сразу Перейду к вопросу Спасибо Во-первых Что присоединились К разговору Ну вот смотрите Мы знаем Что Совет Федерации Одобряет Или отклоняет Законы Которые были приняты Нижней Палатой Парламента А именно Государственной Думой Ну это вот такая Работа на виду А если говорить О работе Которая остается За кадром Вот насколько Сенаторы Мощные Лоббисты Интересов региона Вот так я сформулирую Вопрос На ваш взгляд Ну я думаю Что Известное Политическое Влияние И Известный Политический Ресурс Конечно Они представляют Хорошо Ну а в чем Может выражаться Этот ресурс Вот на что Они могут влиять Ну я думаю Что Нахождение В Москве Имеется в виду Также То что Они Находятся Внутри Или имеют Отношение К политическим Кругам Имеют отношение Все таки К парламентскому К парламентскому Кругу К политическим Деятелям Я думаю Это имеет Определенное В известной Степени Значение Для принятия Решений Для поддержки Политических Решений Вот таким образом Хорошо Ну вот смотрите С 2001 года Как вот сказала Алла Сенатором От Краевой Думы Был Виктор Озеров А вот сенаторы Которые Исполняли Представительную Власть Ну они Отношения К Кабаровскому Краю Не имели Я прям Вот Назову Фамилии Андрей Чиркин Юрий Солонин Александр Шишкин Вот Ну опосредованное Отношение К Кабаровскому Краю Видимо Я так понимаю Они обладали Какими-то знакомствами Были вхожи В кабинеты Сейчас Хабаровский Край Будут Представлять Вот Два Представителя Именно Хабаровского Края Извините За Тавтологию На ваш Взгляд Какой Подход Вам Кажется Наиболее Оптимальным Вот Когда Уж Извините За Такое Сравнение Варягов Двигают Или Вот Когда Делают Ставку На Своих Коренных Вообще Наиболее Оптимальным Вариантом Конечно Было бы Сочетание Подхода Вот Как бы С одной Стороны Люди Местные Лучше Знают Проблемы Атмосферу Обстановка Края С другой Стороны Люди Которые Вот Вы Назвали Их Варягами Да Они Как бы Имеет Ну вот Например Юрий Солонин Да Которого Назвали Да Вот Он На тот Момент Был Деканом Философского Факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета Да Это Известные Люди Известная Личность Как вы Говорите Вхожи В различные Кабинеты Другие Конечно Лучше было бы Сочетание Вот этих Двух Подходов Наиболее Оптимально Ну Хорошо А вот Нынешняя Конфигурация На ваш Взгляд Как она Может Сказаться На том Самом Лоббировании Интересов Региона Ну Это Зависит Понимаете От того От Конкретных Людей Которых Прямо С края Туда Ну Вот То Что Я Надеюсь И Наверное В этом Не приходится Сомневаться Что Наверное Это Будут Люди Достойные Которые Хорошо Знают Нашу Ситуацию Изнутри Но Еще Очень Много Зависит Как Вот Они В Москве Так Сказать Вот Их Уровень Так Сказать И Не То Чтобы Компетентности Вот А Их Уровень Так Сказать Освоенности В Москве Ориентации В Москве От ответа На этот вопрос Зависит По большому счету И ответ На ваш вопрос Хорошо Я благодарю вас За то Что вы приняли Участие В сегодняшнем Разговоре Телезрителям Напомню Что у нас На связи Был политолог Александр Ким Валентин Станиславович Ну вот А вы Как финансист Что можете Сказать О фигурах Сенаторов Я не знаю Может быть На примере Виктора Озерова Который Много лет Представлял Хабаровский край Вот С точки зрения Денег Насколько Это Хорошие помощники Действительно Они могут Много Много помочь И самое главное Чтобы сенатор Был неравнодушный Краю И решал В Москве Те проблемы Которые нужно Помочь решить Правительству Хабаровского края Находясь там Виктор Алексеевич Конечно Был Ну во первых Он был Членом Трехсторонней комиссии Трехсторонняя комиссия Это та комиссия Которая Распределяет Межбюджетный Трансфер Между субъектами Российской Федерации Да Поэтому мы Всегда Были в курсе Тех событий Которые Там происходили Да И Конечно Член трехсторонней комиссии Всегда имел Какое-то влияние Да Ну потому что Коллеги трехсторонней комиссии Это Министерство финансов Российской Федерации Там депутаты Госдумы Представители Других федеральных Ведомств И Сейчас уйдет В Совет Федерации Я так понимаю Нас ждут новые выборы В Хабаровском крае Да Действительно Выборы пройдут По одному округу Как раз по тому округу По которому избирался Сергей Безденежных Это тополевский Одномандатный округ Номер 4 Если бы Сергей Безденежных Прошел по партийным спискам Тогда на его место Просто пришел бы Следующий В партийном списке Но вот в этом случае Придется проводить До выборы И пройдут они В единый день голосования 13 сентября 2020 года То есть почти год Место в законодательной думе Одно место Будет поставать Ну вот все мы знаем Что бюджет Хабаровского края Дотационный Хотя если честно На фоне там Многих регионов Российской Федерации У нас с этим Ну не самая плохая Ситуация И конечно Представителя края Ну будь то государственная дума Будь то Совет Федерации Конечно она играет роль И в привлечении Тех же денег Из федерального бюджета Надо сказать Что вот эти Субвенции Субсидии Это по разному Называется В бюджетном кодексе Вот много там Разных формулировок Они к нам приходят И в общем то мы видим Что год от года Они растут Но при этом Дефицит бюджета Все равно никуда Не удается деть Не удается его спрятать В тени Он все время на свету А вот почему это происходит Давайте поговорим После рекламы Вы смотрите тень недели 4 декабря Законодательная дума Хабаровского края В третьем Окончательном чтении Приняла бюджет региона На 2020 год И уже традиционно Он был принят С дефицитом Мне кажется Что причины Вот этого дефицита По прежнему Находятся в тени Ну давайте попробуем Пролить на эту тень Свет Давайте еще раз Быстро напомню Показатели бюджета На 2020 год Значит доходы 108 миллиардов С небольшим Расходы Почти 115,5 миллиардов Рублей Дефицит Более 7 миллиардов Рублей Давайте посмотрим Бюджет на 2019 год Доходы Еще раз подчеркну Мы говорим о бюджетах Только принятых Вот на момент принятия А не о тех бюджетах Которые были внесены Поправки в течение года 95,7 миллиардов Рублей Расходы Почти 104 миллиарда Дефицит 8,1 миллиарда Рублей Ну и для полноты Картины 18 год Доходы 95,7 Нет тут прошу прощения По-моему перепутал Режиссер цифры Сейчас я их скажу Доходы На 18 год 85,6 Есть расходы 97,5 Дефицит 11,9 миллиардов Рублей В общем-то Сокращение дефицита Наблюдается Кстати у нас был Один бюджет Который был принят С профицитом Я поднял справочники Дошел до 2000 года В 2007 году У нас был Профицитный бюджет Там профицит Составлял почти Миллиард рублей При этом Доходы были 39 миллиардов Ну порядка 39 миллиардов Расходы 38 миллиардов Если я не ошибаюсь Это был год Когда продали Газопровод Который очень долго Строился у нас В Хабаровском крае Ну хорошо По цифрам определились У меня к вам В завершении программы Общий вопрос В любом случае Чтобы покрыть Дефицит Как я понимаю Нужно брать Где-то Вот эти средства Будь то бюджетные кредиты Может быть коммерческие кредиты Ну потом эти кредиты Нужно обслуживать Во-первых Их нужно гасить Во-вторых Платить проценты Мне непонятно Вот откуда Что это за хвостики Вот почему его нельзя Ноль в ноль свести Ну понятно Есть социальные обязательства Ну вот определили их А вот Это что Вот откуда они берутся Кто начнет Ну давайте Наверное с вас Как представители Министерства финансов Ну сам по себе Что есть дефицит Это не есть Плохо Многие бюджеты Формируются С дефицитом И не только у нас в стране Но и за рубежом Но Почему Вот тенденция Хабаровском крае И Как бы Политика По На снижение дефицита В связи с тем Что Ну мы уже за предыдущие годы Да С 12-го года С начала реализации указов президента Набрали Такой же большой порфель Заемных средств Поэтому Сегодня необходимо Провести Проводить работу По Сокращению Дефицита бюджета И постепенно То есть это вот то самое Обслуживание Госдолга О котором я говорил Или не только Нет Не только Конечно Для того Чтобы Обеспечить Финансами Все расходные Обязательства Которые приняты Хабаровском крае Которые необходимо Выполнять На это нужно Ассигнование Да На сегодня В соответствии с программой социально-экономического развития У нас просто не хватает доходов Чтобы полностью за счет собственных доходов И федеральной помощи Покрыть Эти потребности То есть это обязательные условия Которые предписывает закон Правильно я воспринимаю Да Поэтому Сегодня Он с дефицитом И на думе Когда мы представляли бюджет Показывали этот дефицит 7,2 миллиарда рублей Мы говорили Что стоит две задачи Перед правительством Первая задача Это наращивание Собственной доходной базы Для того Чтобы Сократить Часть этого дефицита А желательно всю А вторая Работа Это по сокращению По оптимизации Неэффективных расходов Краевого бюджета Для того Чтобы сократить расходы И приблизить С одной стороны Доходы Сокращение расходов Чтобы Мы не увеличивали Государственный долг Хорошо Да Что скажете вы По этому поводу Вот Как с этим дефицитом На ваш взгляд Жить Бороться Не бороться В ближайшее время С такими бюджетами Абсолютно не изменится Почему Ну потому что Во-первых Если мы посмотрим Структуру госдолга У нас Один Из наих худших показателей Среди регионов Во всей стране То есть у нас Дорогих кредитов Коммерческих 73 процента А дешевых Ну федеральных По-моему Порядка 19 процентов То есть Действительно Сложная ситуация Нам нужно возвращать Госдолг За 2019 год У нас увеличился Поэтому Чтобы Действительно Гасить дефицит Вот пока Мы не будем Развивать Реальные сектора Экономики Ничего не изменится Еще Я вернусь Немножко Я прошу Коротко Александр Станиславович Кацуба На первом заседании Когда принимался В первом чтении Бюджет Заявило 3,5 миллиардов Что поступит Ко второму чтению В внутренних Доходах Поступило Только 470 миллионов Депутатский корпус В этом году Был выключен По сути Из принятия поправок Вот возьмем Энергетику Возьмем Малое и среднее Предпринимательство Инновации Модернизации Экономики Вот эти три Госпрограммы На них расходятся Меньше Чем расходы на СМИ Вот поверьте Вот так у нас Действительно Ситуация Энергетика Отъезжаем от Хабаровска Она просто разрушена Просто разрушена У людей Ну нет энергетики Предприниматели Не могут В муниципальных образованиях Открыть Какое-то производство Ситуация Довольно-таки тяжелая Я вынужден вас прервать Не хочу, чтобы это выглядело Что забирало слово Что по вашему Деньги есть И если деньги эти Мы не будем Вкладывать через Реалистичный бюджет В реальный сектор экономики Как есть примеры В Хакасии В Иркутской области Ничего не изменится И также необходимо На примере Вот как Хакасии Снижать налоги Это действительно Я хотел бы остановиться На двух моментах Насчет госдолга Начиная с 2012 года У нас был госдолг 2 миллиарда До 2019 года Он добрался Практически До 50 миллиардов То есть Обратите внимание Что в 2011 году У нас практически Госдолга не было Сейчас у нас Практически 50 Ну 50 52 с лишним Да Что мы видим За этот год Что нарастание Госдолга Практически остановилось Это первый момент Я хочу обратить внимание То есть Темп роста Госдолга Он практически остановился Это очень важно То что касается Дефицита На самом деле Не надо бояться Дефицита Это говорит о том Что есть большой запрос Что нужно работать Что нужно работать Что нужно увеличить Свою доходную часть Не надо бояться Больших расходов Нужно бояться Маленьких доходов Да Но пока доходы С расходами не сходят Но мы Я уже говорил По соотношению С 2019 годом Насколько рост идет Да Уже на 7 миллиардов Роста По соотношению С 2019 года То есть И здесь тоже Нужно работать И потом Главное Распределить Бюджетных средств Так называемые ГРБС Они не всегда Успевают И использовать Вот бюджетные Средства На расходование Соответственно Ну в том числе И дефицит Его нужно держать В любом случае Хорошо, я думаю Одно слово Антон, маленькую ремарочку Вот смотрите В прошлом году Выборы выиграл В Хакасии и Коновала Наш коммунист Вот закредитованность В Хакасии Была около 140% По отношению к бюджету У нас порядка 70% По-моему 69% Так вот Менее чем за год Она упала до 104% То есть можно работать Если перепрофилировать Давайте отметим Что за ними Минфин следит федеральный Потому что они находятся Под управлением Минфина И дело не в Коновала И бюджет тоже менялся Они не принимают решения С 1 января Там снижены налоги Для предпринимателей Хорошо Я благодарю Я благодарю вас За участие в программе Правда У нас вышло У нас уже все Все возможное время вышло И даже невозможное тоже Спасибо вам За ваши точки зрения Спасибо вам За ваши аргументы Мне действительно было интересно С вами поговорить А телезрителям Я вот в заключении Буквально еще пару слов Ну вот согласитесь Когда мы слышим Слово бюджет Ну неважно Там федеральный Региональный Может быть городской Но честно Вот возникает ощущение Что это такое вот Большое Непонятное И по большому счету Меня не касается Я может быть сейчас Скажу банальность Но бюджет Формируется Из наших с вами денег Там других денег Их нет в принципе Вот мы что-то заработали Бюджет пополнился Мы что-то потратили Бюджет опять пополнился Мы с вами заболели И все равно бюджет Пополняется Я вам вот чего Хочу предложить Вы как-нибудь Попробуйте на досуге Почитать бюджет Ну вот хотя бы Хабаровского края Сразу скажу Это Очень сложное Чтиво Ну вот очень сложное Вот если вникнуть И разобраться То Чрезвычайно Увлекательное Потому что Речь идет О наших деньгах Подумайте об этом Сегодня вечером Сидя у себя на кухне Или на диване Перед телевизором Это была Тень недели Увидимся на губернии Всем удачи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова